МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Они не считают себя рыцарями, но одеты в доспехи средневековые и соблюдают кодекс благородного воина. Они совершают добрые поступки, но при этом считают это обыденностью. Раз в год здесь, в Мстиславле, на Замковой горе, проходит исторический фестиваль, на который приезжают любители воинского искусства. Когда мы говорим средние века, воображение, как правило, рисует образ закованного в доспехи рыцаря с тяжелым мечом, поющего по ночам любовные баллады под окнами возлюбленной. Так написано в книгах, так их представляют и в кино. Но это в идеале. Нельзя забывать, что рыцарь – это прежде всего воин, который сражается на поле боя. Его задача – уничтожить противника и сохранить собственную жизнь. И среди тех, кто много веков назад брал меч в руки, были и белорусы. С давних времен мы защищали свои земли от врагов с востока и запада. И нынешние костюмированные реконструкции битв помогают перенестись во времена влиятельных князей и отважных воинов. На праздник средневековой культуры в Мастиславль прибыли почти 300 участников из 35 клубов исторической реконструкции. Главный герой фестиваля – рыцари в сияющих доспехах. Зрители затаили даханья, когда на ресталище объявили турнир пятерок. Бои в формате 5 на 5 неизменно привлекают внимание. Рыцарство для большинства участников турнира – это не костюмированное шоу, а серьезное мировоззренческое увлечение. Золото проведения бугурта – это все поле. Рыцарство – вообще вещь такая достаточно относительная. В раннем средневековье это было особо индивидуально, это именно была тема по феодализму. Мы разговаривали с одним из участников фестиваля. Антон из Минска приезжает в Мастиславль не первый раз и, кажется, знает об эпохе рыцарства и подобных турнирах абсолютно все. По началу это было просто как массовое мероприятие, и там участвовали все, кто могли. То есть даже крестьянин, который, ну, там, зажиточный, какой бы то ни был, который просто смог скопить себе комплект на доспехе, да, он мог поучаствовать, просто срубить денег, скажем так. Ну, тут опять же все относительно. Сейчас мы очень сильно идеализируем вот это вот все. А тогда это были, по сути, бойцы. Был как бы свой кодекс, это была своя прослойка населения с очень, не скажем так, чтобы позитивными взглядами на жизнь. Сейчас это просто идеализируется. Но кто не любит романтику? Рыцарское написано, множество книг и снятых фильмов, и ни в одном из произведений, конечно же, не обходится без прекрасных дам. В Мстиславле они ухаживали за рыцарями и сами становились воинами, лучницами. Они покорили всех не только изяществом и красотой, но и мастерством. ФБТУ «Рыцарь» в современном мире – это что за люди? Ответственные, классненькие. Мне нравится собираться с ребятами на фестивале. У нас дружная компания, мы друг друга все уже давно знаем. И, естественно, бои очень сплощают, если честно сказать. Каждый, кто приехал на турнир в качестве рыцаря, говорит, заниматься реконструкцией средневековых боев – это не дань некой моде, а желание изменить свою жизнь, сделать ее более заметной и наполненной смыслом. В современности, в нашей обыденной жизни рыцари бывают? Какие они, если да? Знаете, хороший вопрос. Я, к примеру, себя рыцарем не считаю. Ну, я еще не достиг того верха своего пути, когда я уже смогу называться рыцарем. А так, я не знаю, может быть, есть, может быть, нет. Я лично не встречал вот так вот в обычной жизни рыцаря. А вы знаете, как его отличить от обычных людей? Ну, характерны будут всегда, будет верен своему слову. Рыцарские турниры – имитация настоящих сражений, важные события в жизни сегодняшних рыцарей, которые называют себя реконструкторами. Нынешние бои на Ристалище во многом схожи с такими же турнирами, которые проводились и в Средневековье. На них собирались рыцари со всех уголков Европы, в том числе и из Великого княжества Литовского. Кстати, на таких турнирах сражались с затупленным оружием. Настоящее использовалось только в боях. Интерес к истории нашей страны и ее прошлому объединил энтузиастов в рыцарские клубы. Историческая реконструкция – это подлинное воссоздание аналогов средневекового вооружения и костюма. Как, к примеру, у рыцаря Сергея Избаранович. В обычной жизни он работает столяром, а доспехи одевает раз в год. Я работаю с деревом. Ну и железом иногда себе доспехи делаю. Вы недалеко ушли, да? Ваша творческая профессия, я так понимаю, привела вас к этим турнирам? Ну, на самом деле, это больше заслуга моей учительницы по истории. Я как бы с седьмого класса мечтал вступить в рыцарский клуб. Мечта сбылась. Вступить в нынешнее время в рыцарский клуб нетрудно. Просто там люди долго не держатся, которые, ну, приходят просто как потусить в этой сфере что-то там. Там остаются люди, которым это реально интересно, которым интересно не только там подраться, у многих интерес к жизни, к той эпохе, к ремеслу. Многие ездят на фестивали не только подраться, многие делают мебель. Вот им интересно делать мебель по источникам того периода, подсвечники, одежда им интересна. Сами ремесла, кто-то гончарным делом занимается, кто-то выжигом. Много где на фестивалях и кузнецы работают именно по той технологии, которая была в 14 веке. Сергей уверен, в нашем мире есть место рыцарству и сам демонстрирует пример. А как вы считаете, рыцари существуют только здесь, на этих фестивалях или в повседневной жизни тоже? Вообще-то существует. Как бы мы стараемся не только здесь, как бы на фестивале быть похожими хотя бы на рыцарей, но и в жизни стараемся помогать и делать все, что нужно делать рыцарю. А что, как в фильмах говорят, помогать бедным, защищать слабых. Сергей приехал в Мстиславль в составе команды рыцарей из Баранович. Их команда также участвовала в боях на ресталище. А после их ждала массовая фотосессия со зрителями. Я сюда приехал со своим папой. Как тебе здесь? Мне тут очень нравится. Мне очень понравились бои пятерок. Я видел после сражения, когда все закончилось, ты подошел к одному из рыцарей и примерил его доспехи. Да. Тяжелые? Да, очень. Ощущения какие, когда одел рыцарский шлем на себя? У меня было очень тяжело, и у меня там интересно, ну, я даже не знаю, как это передать. То есть больше эмоций, чем слов, да? Да. Среди 15 тысяч зрителей, которые посетили в те дни Мстиславль, многие были впервые. И подобные эмоции вместо слов мы наблюдали не раз. Скажи, пожалуйста, а кто такие рыцари, по твоему мнению? По моему мнению, рыцари – это воины веков, которые были раньше, чем сейчас. А сам бы ты хотел быть рыцарем? Ну, да. А что для этого надо сделать? Надо хотя бы говорить вежливые слова. Для нас тут рыцарями быть – это говорить вежливые слова и делать всем хорошо. Кстати, любопытный факт. В свое время титулом рыцаря наградили даже пирата Фрэнсиса Дрейка за его успехи при нападении на испанские суда. Теми несметными сокровищами, что он получал во время своих набегов, пират наполнял британскую казну. С рождением ребенка жизнь в семье Олега изменилась. Общение отца-керамиста с доблестными воинами обернулось просьбой малыша свозить его на фестиваль, о котором он так много раз слышал от взрослых. Сколько тебе годика? Уже три? Да. Скажи, пожалуйста, а ты знаешь, кто такие рыцари? Да. Кто они? Они в войне. Как твой папа? Да. А какими они должны быть? Сильными. Покажи, какой ты сильный. Молодцы. Зачастую именно сила становилась решающим фактором на поле боя. Когда поединки длились по несколько часов, сильные мускулы были важнее крепкой брони. В этом году фестиваль в Мстиславле прошел в десятый раз и уже стал одним из крупнейших в стране. Сюда приезжают и с востока, и с запада. Тут мы встретились с жителями Бреста, Минска, Смоленска. Поделись впечатлениями, как тебя тут? Ну, очень круто, потому что здесь сражения. Конечно, было страшно сначала, что они бились очень так, ну, жестоко. Вот. А вообще, ну, впечатления хорошие. Первый раз, очень понравилось. Вообще в восторге. Будем приезжать каждый год. А почему решили приехать? Ну, решили посмотреть что-то иное, нежели представлено в других городах. Вместо обычных фестивалей, да? Да, вместо обычных ярмарок, фестивалей, а здесь такой этнос. Поэтому культура, хочется с этим совсем ознакомиться более подробно. А с кем приехали? Друзьями компанией. Сами пробовали одевать на спех или еще что-нибудь? Пока нет, но будет, все будет обязательно. Как думаете, рыцари кто такие? Отважные войны. А в нынешнее время существуют такие? Да, существуют. Ну, классно. А что тебе понравилось больше всего? Драка с рыцарями. А не хотела бы быть среди девушек-рыцарей? Хотела. А как ты думаешь, кто такие рыцари? Сильный, отважный мужчина. У тебя в школе такие есть, парни? Да. А как они проявляют это? Драками на переменах. Из Смоленска, из России. Часто сюда приезжаете? Первый раз. А причина, по которой проехали? Захотели посмотреть. Наслышаны были уже, да, про это? Да, да. И как впечатления от увиденного? Отличная. Очень здорово все так. Хорошо. Масса удовольствия. Зрители зазывали не только битвами на ресталище. Кто был посмелее, могли испытать себя в ближнем бою. Но в десятках дуэлей неизменным победителем оставался рыцарь. Ты во время битвы все время смотрел в глаза сопернику. Это так надо? Да. Для того, чтобы сосредоточиться на взгляде и видеть направление ударов. Если я сосредоточусь на его мече, то, получается, он мне может не обмануть. И нести мне специально удар. То есть все читается в глазах? Да. Времена меняются. Нынешние рыцари – это люди, которые с воинской славой не имеют ничего общего. Своего звания они добиваются за выдающиеся успехи в той или иной отрасли. Но по-прежнему желание прикоснуться к истории своих предков так и тянет людей разных профессий, примерить на себе воинские доспехи и вступить в бой. Отважные благородные воины съезжаются в Мстиславль на рыцарский фестиваль. И то, что написано в учебниках истории, оживает на Замковой горе. В следующем году уже в 11 раз. Субтитры создавал DimaTorzok